Неизвестные факты из истории Советского Союза. Соломенцев Михаил Сергеевич, советский партийный и государственный деятель, дважды герой социалистического труда. В 2004 году Центральный комитет решил провести работу по объединению двух партий. До этого по инициативе Хрущева партийные организации разделили на две части. Одна часть это те, которые на селе и селом занимаются, а другая, кто промышленностью занимается. И вот в некоторых областях нам скловки пошли, там ругань, вот в Ростове чуть ли не подрались, там, так сказать. И вот туда ездил завод делом ЦК, вот Демичеву кандидату, члены политбюро ЦК там. Я был в Москве, не только я ищел, только какие-то мероприятия проводили. Нашли меня работники ЦК, говорят, немедленно к Брежневу. Я приезжаю к Брежневу, меня тоже принял. Я тебя пригласил в связи с чем. Мы сейчас тут сидели, обсуждали обстановку в Ростове. Там вот два обкома поругались. И все вы, кто были, не смогли уговорить. Теперь мы решили Суслову туда послать. Если он не уговорит его, то, значит, тогда ты туда поедешь. Первым искусством. Я говорю, что ж как быть? А мне уехать из Казахстана было, я видел днем и ночью, так сказать, эту возможность. Я говорю, хорошо, я согласен, никаких других разговоров не было. Ну, говорит, ты сейчас возвращайся туда, в Казахстан, а как появится, мы тебя вызовем. Я приехал, а мне говорят, ты утвержден в делегации ехать в Таджикистан на празднование 40-летней Таджикистана. Мы туда улетели, день заседали торжества были, второй день поехали по колхозам, совхозам, объедались там, опивались люди. Вот, у них добра там, какие столы, в общем, ломятся от явств. Ну, вот, в одном колхозе побывали, потом приехали, во второй уже постемнело, сидим, разговариваем, стол уже стоит, накрыт, больше помещений другого нет. Значит, заходит помощник, со мной помощник был, говорит, Михаил Сергеевич, у вас телефон. Я подхожу к телефону звонить секретарь ЦК Таджикистана, и говорит, Михаил Сергеевич, только что звонил Титов, секретарь ЦК КПСС, он кадрами занимается. И передал, чтобы мы немедленно тебя разыскали, и сообщили, что вам поручено завтра в 9 часов утра быть в Ростове у Суслова. Суслов уже там сидел, не уговорил, ничего не получилось. Я приехал, там провели все необходимые мероприятия, избрали меня председателем оргбюро по объединению двух партийных организаций, а в 24-го декабря избрали первым секретарем обкома Ростовского. В Ростове я подработал до октября 1966 года, вот, в октябре 1966 года Брежнева меня встретил на перроне в Ростове. Он ехал в Сочи на отдых, не удалось им отдохнуть, он обычно в Крыму отдыхал. Он туда поехал, несколько дней побыл, а там сырость, холодно, он уехал. Когда он туда ехал, мне позвонили из служб соответствующих, и говорят, будет у вас проходить спецпоезд. Учтите, мы приняли необходимые меры, но я понял потом, и мне сказали, что за спецпоезд. Поезд остановился, вышел Брежнев, мы походили, и он говорит, как между днями. Ты знаешь, мы вот обсуждали такой вопрос, и пленение решения тебя рекомендовали задавать заводделом тяжелой промышленности ЦК. А что произошло? Заведующий отделом и секретарем ЦК, он совмещает эти две должности, потяжелой промышленности Рудаков, который, кстати, жил в этой квартире, а потом мы сюда уже уехали через год, наверное. Значит, он умер. И надо было и заведующего отдела, и секретаря ЦК. И вот, говорит, заведующим отделом. Я туда-сюда, мне не хотелось здесь, в Ростове, в Красной области, в Юг, там такие богатства, там можно так развернуться. Ну, в общем, он приехал в Москву через несколько дней постановления ЦК, меня утверждают заведующим отделом, и говорят, выезжай немедленно в Москву. А у нас 14-го или 16-го последняя игра в футбол. И если наша команда выигрывает, мы серебро получаем. А мне не хотелось уезжать, потому что у нас и называлась команда СКА, СКА Ростов, она военная. Вот, с Плиевым командующим округом, а я член завета военного округа был. Жалко было мне уехать. Я потянул немножко, состоялась эта встреча. При рельефном дожде наши забивают один гол, и на этом заканчивается. Что творилось в Ростове, я не берусь описать, векований какое было. И я уехал, значит, в Москву. Это было в октябре, а 13-го, по-моему, декабря меня в СКА избирали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!